Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Южнокорейский нернет провайдер SK Broadband подал в суд на стриминговый сервис Netflix после выхода сериала «Игра в кальмара», который стал настолько популярным, что трафик платформы в его сети подскочил до отметки 1,2 терабита в секунду. Провайдер считает, что Netflix должен покрыть расходы, связанные с увеличением трафика и обслуживанием сети. Источник netflix.com в целом провайдер SK Broadband недоволен тем, что поток данных в ее системах постоянно увеличивается по мере того, как все большее число пользователей в Южной Корее подключается к Netflix. Мы рассмотрим иск, который против нас подала SK Broadband. В то же время мы продолжим стремиться к открытому диалогу и изучать возможности работы с SK Broadband, чтобы обеспечить бесперебойную работу стриминга для наших общих клиентов, прокомментировал инцидент изданию The Register представитель Netflix. Это уже не первый случай столкновения двух компаний. В ноябре 2019 года SK Broadband обратилась в Корейскую комиссию по связи, Korea Communications Commission, с призывом обязать гигантов веб-видео Netflix и YouTube платить за использование сети. Тогда Netflix подала иск против SK Broadband, чтобы предоставить судам возможность решать, следует ли компании выплачивать компенсации провайдерам. Источник netflix.com в июне, как сообщило издание The Korea Herald, судьи в Сеуле вынесли решение в пользу корейского провайдера, постановив, что Netflix должна выплатить SK Broadband некоторую «разумную» сумму за обслуживание трафика гиганта. Согласно данным провайдера, в четвертом квартале 2020 года на Netflix пришлось 5% трафика в Южной Корее, и только за этот год платформа должна выплатить 23 миллиона долларов США. Стриминг обжаловал данное решение, разбирательство в следующей инстанции начнется в декабре. Последний из SK Broadband против Netflix, вероятно, вызван неожиданно большим ростом трафика, вызванным новым хитом на платформе. В минувшую пятницу сервис выпустил корейский сериал «Игра в кальмара», где персонажи триллера антиутопии сходятся в смертельной борьбе за крупный джекпот. Шоу стало самым популярным по просмотрам в 90 странах присутствия Netflix и получила высокие оценки критиков. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.